Всем привет! Друзья, рада вас приветствовать. Меня зовут Варнавская Елена. Я сегодня веду для вас эфир под названием «Сам себе директор по развитию». Буду признательна, если как-нибудь отреагируете, видно ли меня и слышно. Жду подключения презентации и немножечко скажу, о чем мы с вами сегодня будем говорить. О, спасибо большое за презентажку. Ура! Итак, друзья, сегодня поговорим о том, как глобально управлять продажами, развитием бизнеса. Потому что, в принципе, если говорить о том, что мы хотим развивать, конечно, мы всегда хотим развивать прибыль и развивать количество клиентов, которые используют наши проекты, наши продукты. Юль, я не очень могу презентацией управлять так. Пожалуйста, давай следующий слайдик и потом сразу через один. Давайте в нескольких словах про себя. Я жду, пока все подключатся. Кто я? Я маркетинговый стратег, преподаватель Высшей школы экономики, спикер Сколкова. Ну и я веду свою мастерскую дерзких проектов, где мы создаем стартапы или развиваем и выводим бизнесы на новые уровни. Давай следующий. Итак, значит, сам себе директор по развитию. Значит, вопрос, что нужно развивать свой бизнес тем или иным образом постоянно встает перед, в общем, любой организацией. И, в общем-то, кто в компании может стать директором по развитию? Безусловно, собственник, безусловно, генеральный директор. Безусловно, люди, которые имеют прямое отношение к маркетингу и к продажам. Но я сейчас придерживаюсь той позиции, что, в принципе, предпринимательское мышление прокачивать нужно командам и, в принципе, очень многим сотрудникам, которые напрямую соприкасаются с клиентами или делают ваши бизнес-проекты. Почему? У них тоже много видения того, что хотят клиенты, и на этом можно действительно строить свое развитие. Ну что, давайте сегодня расскажу о нескольких инструментах, как можно влиять самостоятельно на развитие своего проекта, при этом делать это системно. Давайте следующий, Юль. Ну так вот, нужно развивать бизнес. В классике это что? Нам нужно больше продаж, значит, нам нужно больше клиентов. И вот такая вот задачка начинает от нас, от руководителей прилетать, собственно, в разное дело. Юль, давай следующий. Больше продаж и больше клиентов. Давай-ка маркетинг нам больше клиентов, давай-ка больше рекламы запускай. И больше продаж, ребят, давайте лучше продавать будем. Естественно, это логично, безусловно. Мы хотим продажи, надо продавать. Давай следующий. Вот. И, соответственно, этот путь, он логичен, он прост. Да, и вот такая вот идея. Сейчас мы всем накрутим хвосты, и у нас будет бизнес расти кратно. Кому накрутим хвосты? Таргетологам, продажникам, сеошникам, маркетологам. Сейчас всем хвосты накрутим, и будет продаж больше. Все, что они о нас думают, вот там в фиолетовом облачке вы видите. Вот. Но я вам скажу сразу, системно и стратегически – это такой немножко конечный путь, потому что те, кто хотел у вас прям напрямую купить ваш продукт, они уже сами вас нашли, потому что им удобно территориально, потому что они там привыкли ходить фитнеса, да, они нашли, купили и чуть не сами постучались. Вот. А если мы хотим системного развития, нужно чуть лучше понимать рынок и чуть глубже в него, и активизировать свои действия, действия своего проекта на рынке. Как? Давайте разбираться. Юль, следующий, пожалуйста. Так, ну, собственно, да, это продолжение предыдущему, то есть вот всем хвосты крутим, народ думает, что вот там нужно и в соцсетях присутствовать, да, там и квизы запускать все уже запустили, мы еще нет, давайте марафоны делать, чат-ботов настраивать и так далее, и так далее. Вот. Но это все инструменты, и я вам это сейчас покажу. Следующий, пожалуйста. Мы с вами сейчас начинаем на рынок смотреть системно и думать, как двигаться более, скажем так, объемно, да, более широкими шагами. Следующий, пожалуйста. Вот. Значит, что нам для этого нужно, да? Я вам сейчас дам такой вот очень простой инструмент, да, как вы можете анализировать то, что вы можете у этого рынка еще добыть, получить и так далее. Будем мыслить как предприниматели, то есть такой вот стартап-подход сейчас включим для того, чтобы проанализировать рынок, да, увидеть возможности и их запустить. Следующий, пожалуйста. Для этого, смотрите, рынок и то, что мы делаем, это такая многофакторная модель, безусловно, да, у нее очень много ресурсов, очень много возможностей, и их нужно действительно там анализировать. Вот. Ну, мы сейчас давайте прям к трем основным с вами сфокусируемся на трех основных и посмотрим, что из них можно вытянуть. Юль, пожалуйста, следующий слайдик нам. Какие? Итак, что же у нас есть и на основании чего мы можем развивать свой бизнес? Да, ну, прежде всего, это есть наши мощности. Есть клуб, да, либо есть, что вы делаете, да, какая-то секция, либо какой-то продукт, вот, который вы можете продавать. И вот первый вариант мы с вами посмотрели, то есть можно накрутить всем хвосты, чтобы они лучше и больше продавали. Тем не менее, да, к этим мощностям... Юль, пожалуйста, следующий слайдик нам сделай. К этим мощностям можно подойти еще более, ну, так скажем, стратегически разумно, да. Давайте сейчас слайдик увидим. Класс, интернета у нас нет, так что я на пальцах. Так, давайте пробуем, что могу. То рассказываю. Да, значит, смотрите, берем сейчас фокус три фактора в этой модели. Значит, я всегда люблю двух-трехфакторные модели, они просты и хороши для понимания. Значит, первое – это ваши мощности, да, то есть то, что вы уже имеете, и то, чем вы можете пользоваться для того, чтобы расширять свой бизнес, да. Второе – это клиенты-фактор. И здесь, смотрите, как интересно, это есть клиенты, которые у вас уже есть, которые у вас были и, возможно, уже ушли, им нечего у вас покупать. И это, в принципе, клиенты, которые где-то там ходят и про вас пока не знают, но мы тоже можем ими управлять, да, и понимать, как их привлекать в том числе к своим продуктам. Значит, и третий фактор в этой модели – это потребности. То есть какие потребности есть у людей, да, есть у клиентов, потому что деньги все знают оттуда. Тогда появляется в бизнесе, когда мы умеем закрывать потребности, да, тогда нам их приносят, радостно отдают, вот, и счастливо покупают то, что мы делаем. Ну что, давайте последовательно. Самое простое – это начинать со своих мощностей. То есть что у меня есть для того, чтобы, не привлекая дополнительные инструменты, ресурсы, я мог зарабатывать больше. Ну, давайте там сфокусируемся. Например, есть бассейн, и вы понимаете, что загрузка бассейна не так велика, как вам хотелось бы. Соответственно, дальше мы понимаем, да, надо загрузить бассейн. Ок, будет лучше загружен, понятно, будет больше денег, и, в общем, бизнес будет эффективнее. Там это все логично, да. Как? Смотрим на два остальных области нашей с вами, да, в нашей с вами модели, две остальных, два остальных фактора. Значит, бассейн загрузить, нужны клиенты, да, думаем о том, какие клиенты нам здесь нужны, то есть кого. Ага. О, Юль, спасибо, суперогромное. Вот, смотрите, да, мощности клиента и потребности. И проще всего сосредоточиться на мощностях, и в данном случае это у нас бассейн. Давай, Юль, следующий. И мы думаем, да, кому мы можем продать бассейн, то есть кого мы хотим привлечь, да, кто захочет купить, кого, да, смотрим. Значит, смотрите, здесь много разных возможностей, как анализировать, в принципе, клиентский рынок. Предложу вам следующее, да, можно посмотреть на тех, кто ходит, и создать слепок, да, сказать, клонировать своего прекрасного клиента. Смотрим, ходит энное количество, там, мужчин 30-40 лет, которым, в общем-то, это нравится как физическая нагрузка. Думаем, ага, не тиражировать ли бы нам, не клонировать ли бы нам таких мужчин. Почему? Потому что они ходят, они, понимая, покупают карту и не там бросают. Через три месяца они приходят за возвратами, да, они начали ходить, ходят, ходят хорошо, карты продлевают, ок. Проанализировали, поехали. Значит, хотим. Мужчин. Юля, следующий, пожалуйста, слайдик. Думаем, да, думаем мы теперь над следующим. Почему их не так много и почему другие не идут? То есть кто-то пришел и ходит, да, вот другие не идут. И тогда мы смотрим на следующую область анализа потребности. Почему они не идут, наш вопрос в фокусе, и какого такого счастья им надо, чтобы они таки дошли? Вот почему люди не идут в бассейн? Почему мужчин 30-40? Кто-то ходит, а кто-то не ходит, чего вот им там не хватает. И вот, да, друзья, если есть какие-то идеи, я, к сожалению, не вижу, но потом обязательно посмотрю, вы можете подбрасывать. Вот. Ну, а так, в принципе, если немножечко загрузиться в голову нашей целевой аудитории, подумать, чего им не хватает в бассейне, мы можем понять примерно следующее. Ну, бассейн – это определенная рутина, там нету такого драйва, там нет вызова, там нет доказательства каких-то там собственных возможностей, да, то есть чего не хватает мужчинам. Юль, давай следующий слайдик. Не хватает адреналина, не хватает драйва, не хватает вызова, и вот такого вот ощущения преодоления, то есть, да, больше вес взял, там, больше раз отжался, да, ну, проплыл на дорожку больше. Но все равно это такой вот в основном, если прям человек спортивно там с молодости не занимался, это такой вот некий расслабон. То есть тем, кто не занимался с молодости, не привык через бассейн получать нагрузки, это не вызов, не адреналин, нету драйва. Соответственно, что мы можем сделать? А мы можем вот здесь с вами следующим образом поступить. Мы можем создать продукт, который удовлетворит вот эти вот неудовлетворяемые в данном случае потребности. Юль, давай следующий слайдик. Да, мы можем подумать, как вот это вот все сделать для мужчин в рамках своего бассейна. И тогда у нас появляется продукт, там, не знаю, месячный челлендж, там, проплыви свои пять километров за месяц, покори свой вред, не уезжай в Тибет, да, там, будь дома, но, да, стань крутым. Вот, и тогда мы попадаем в целевую аудиторию, которым вот это вот нужно и интересно. И вот под это мы создаем четкий продукт, месячный продукт с понятными результатами, с понятным эффектом, да, клиентским эффектом. То есть что клиенты получат? Они просто будут рутинно ходить в бассейн, да. Они поставят себе задачу, они привыкли, перейдут через свои слабости, да, они получат адреналин, они получат вызов, они получат ощущение достижения. И вот это уже понятно, как продавать. Юль, давай следующий слайдик. И если мы вот ко всей той братьей, которой мы накручивали хвосты, ребят, продавайте больше, приходим с идеей, ребята, продаем челлендж, нам понятно, да, нам понятно, какой креатив делать, соответственно, да, что и на кого таргетологам свои сети распускать, а что продавать продажникам, кому продавать продажникам. Тут вполне можно оживить мертвых, тех, кто не приходил, да, тут можно, соответственно, допродать, опять же, этот челлендж существующим клиентам к карте, да, потому что если вы организуете челлендж, у вас там дополнительные пойдут затраты, да, трудозатраты сотрудников. Вот, соответственно, вы поднимаете деньги в том числе из тех клиентов, которые уже ходят, потому что вы придумали дополнительный интересный клиентам эффект. Все, и теперь вот этим всем ребятам понятно, что мы продаем. Вот, а и для вас это возможность привлечь тех клиентов, тех мужчин, которые не покупали карту, привлечь, ну, первое, например, в месячный челлендж, а там дальше уже это как раз-таки люди, которые за месяц, вы знаете, да, что за месяц уже, в принципе, что-то вроде привычки может сформироваться, им понравилось, им хочется, да, их устраивает такой вариант, вот, им можно запросто продавать дальше карту. Вот, смотрите, и еще тоже скажу, да, про сейчас, про сиюминутную ситуацию, вот подобного характера продукт, который удовлетворяет вот такие вот потребности, как преодоление себя, там, какая-то перегрузка, там, физическая активность с какой-то вот радостью достижения, он достаточно своевременный. То, что многие люди, которые привыкли, я не зря там город нарисовала, да, которые привыкли ехать и подниматься на новую высоту, они сейчас не могут себе это позволить сделать. И вот как раз челлендж вот такой вот, не выходя из дома, но который дает вот эти эффекты, совершенно запросто будет востребованным продуктом. Вот, друзья, вот таким образом проанализировав возможности, пройдясь по определенному там кругу понимания клиентов и потребностей, мы сейчас только что с вами создали новый продукт. Спасибо, Юль, давай в следующий слайдик. Теперь делаем следующее. Теперь мы фокусируемся на следующей нашей области возможности. Теперь у нас в фокусе клиент. Значит, клиент, допустим, у нас много девушек ходят на групповые тренировки. Да, они купили, что? Да, они купили карты. Вот, но это, в принципе, наш отличный ресурс, друзья. Да, мы сейчас опять шли от ресурсов. Это наш крутой ресурс. Мы привлекли клиента. Они ходят, они уже купили. У них есть определенный уровень доверия. Что мы можем сделать? Каким образом мы можем развивать бизнес через эту область? Мы можем продать им больше. Думаем, теперь через свои мощности. А что еще могу им продать? Ну и, собственно, это тут, ну, бывает на поверхности ответы. Например, что, что, персоналки. Продавали, продавали персоналки. Части клиентов продали, остальная часть на них не идет. Все, да, как бы больше нечего продавать. Стоп. Стагнация. Больше, чем мог рынок купить, рынок не покупают. Но мы же хитрые товарищи. Поэтому мы смотрим в следующую область, в область потребностей. А в потребностях у нас там вот такой вопрос всегда возникает. Что бы они хотели купить? Если мы найдем то, что удовлетворит их потребности, естественно, будет продажа. Вот что бы они еще хотели купить? Давайте, девочки ходят на тренировки. Зачем они туда ходят? Да, для настроения, да, для удовольствия, да, для здоровья. Но очень много девочек ходят туда, в том числе, похудеть. И если они не пошли на персоналки, да, у них результаты не очень быстро получаются, понимаете, да? А им нужны результаты. Вот на основании этого знания мы с вами можем снова сгенерить продукт. Какой продукт здесь? Ну, например, Юль, давай следующий слайдик. Например, марафон со здоровым образом жизни. То есть подключаете там своих спецов, да, которые умеют простраивать вот вопросы питания, да, там вопросы образа жизни и создаете какой-нибудь марафон. Друзья, я фантазирую. Тут вы можете сказать, зачем нам эта ерунда? Ну, действительно, зачем нам эта ерунда? Вопрос в том, что девочка, не достигающая этих результатов своих, да, в фитнесе, она что может сделать? Она либо не продлит карточку, потому что это бесполезно, либо она будет платить деньги кому-то еще, деньги меньше, чем персоналки у вас, для того, чтобы все-таки этой цели достичь. Ну, вот, например, тот же марафон по здоровому образу жизни можете замутить вы очень простыми усилиями, да, своими, напоминая там девочке в Телеграме ежедневно, что не забудь там прийти на тренировку, не забудь выпить стакан воды. Вот, не забудь посчитать КБЖУ, да, и делая, собственно, информационные посты про то, как правильно питаться. Вот, и таким образом заработать больше с тех же клиентов, которые есть, обеспечить себе их лояльность, показать им результаты и продлить с ними дальше карточки. А может быть, привлечь через них еще и аудиторию, как сарафан, если вы тоже приложите к этому усилия. Вот, а можете, в принципе, просто потерять клиента, который уйдет на какой-нибудь марафон на сторону, и там останется, потому что с того марафона у него результаты получились, а с вами результатов не получилось. Вот, это такой прям простой-простой продукт на поверхности, который можно запускать, который, да, он выходит за рамки классического фитнеса, но он удовлетворяет потребности ваших клиентов и может, в принципе, приносить дополнительные доходы, лояльность и так далее, и так далее. То есть там дальше еще стратегически можно интересные вещи на него наслаивать. Ну что, двигаемся. Юль, давай следующий. Лайтовые вам, друзья, продукты прям показываю, которые очень-очень на поверхности. Смотрите, и следующая область, с которой мы можем апеллировать, это вот какая, когда в фокусе у нас потребности, потребности клиентов. И вот если мы их понимаем, если мы их умеем видеть на рынке, вот это вот очень полезный навык, который, собственно, как раз и развиваю, да, это умение видеть ниши, умение видеть незакрытые потребности. Ну, давайте посмотрим. Допустим, я сейчас подсказки делаю, да, конечно, когда мы к рынку подходим, там по-разному можно выходить на то, кого и какие потребности ищем. Ну, давайте, допустим, потребности. Есть сейчас энное количество детей, которые пойдут в школу. Какие там есть потребности? Делаю паузу, чтобы вы немножечко подумали. Вот, но сама, в принципе, скажу. Потребности следующие, да, даже не потребности, а некие проблемы, которые у них выскочат, вылезут, и на которые, в общем-то, родители, о которых понимают, да, и которые действительно сейчас переходят в статус потребности. Ну, первое – это физический ребенок будет уставать, это сколиозы, это спина и так далее, и так далее. Вопрос, можете вы покрыть такой потребностью? Да, вы можете помочь с удовлетворением вот этой потребности. Наверняка у вас есть что-то вроде здоровой спины, вот, и в том числе бассейн, наращивание мышечной массы. Спины тоже эту проблему решают. То есть, смотрите, когда вы понимаете, какие потребности, у вас уже есть некие идеи, как вы могли бы эти потребности закрыть. Давайте подумаем, какая там еще потребность, потому что на прошлом тоже встрече говорили о том, что чем больше вы потребностей закрываете, тем круче у вас продукты получаются. Так вот, потребность школьников, да, это здоровая спина, точнее, ну, школьников и родителей, да. И второе – это, в принципе, качественно работающий мозг, да, это правильно, там, не знаю, там, правильно взаимодействующие полушария, нейроны, там, и так далее, и так далее. А все это, в принципе, тоже создается через физическую активность, да. Не знаю, слышали или нет, но, по крайней мере, мне кажется, сейчас просто на каждом углу, что почерк зависит от того, сколько раз ребенок там ловил мяч в своем там детстве, отрочестве и так далее. То есть, вот на почерк, на мелкую моторику, крупная моторика тоже очень сильно влияет. Ну, плюс не мне вам рассказывать про кровоснабжение мозга и про все остальные взаимосвязи. Итого, друзья, что мы видим? Есть на рынке потребности здоровый школьник и школьник-успевающий, у которого правильно, качественно работает мозг. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем под эту потребность создать продукты и специально привлечь клиентов. Юль, давай, пожалуйста, в следующий слайдик. Конечно, у вас есть и свои дети в клубе, вы можете эту подготовку к школе продать и им, и больше того, привлекать дополнительно клиентов, которые даже не задумывались, даже не собирались и не ходили никогда. Вот, пожалуйста, у нас появляется продукт физическая подготовка к школе, к которому мы закрываем две потребности. Здоровая спина через мышечный каркас, который, в принципе, за месяц как раз-таки можно наформировать ребенку, и активный мозг. Активный мозг ребенка, собственно, подготавливается физически. Физическая подготовка здесь прям прямые результаты на успеваемости, на эффективности ребенка в школе. А если уж мыслить прям совсем стратегически, Юль, двигайся, пожалуйста, дальше. То есть этот продукт, он нам... Вот сейчас он вообще своевременный. То есть он, например, позволит загрузить клуб в августе. То есть заработать в августе. Но вы же понимаете, что в сентябре родители будут принимать решение о том, в какие секции у них ребенок ходит. И тогда вы получаете двухходовочку такую. То есть вы получаете загрузку на август и плюс лояльных клиентов, которым можно продавать и секции, и годовые карты уже на год вперед. Вот, собственно, так, друзья, работает он стратегический взгляд. Так прям быстренько и лайтово мы с вами сейчас напридумывали как минимум три продукта, которые можно систематически внедрять уже в свой бизнес, уже имея определенную базу. Очень легко вот таким вот образом через три фактора анализировать и моделировать, и создавать новые продукты. Жюль, давай, пожалуйста, следующий слайдик нам. Вот, ну и, собственно, тогда что? Тогда мы имеем возможность качественно управлять продажниками, маркетологами, сеошниками, понимать, в какой системе вот эти все инструменты у нас должны работать, а не ожидать, что вот мы сейчас запустим новый сайт, и у нас продажи побегут, или мы сейчас там сделаем квиз на сайте, и все будет, да, или что мы сейчас там запустим один марафон, и все клиенты будут наши. Нет, друзья, это инструменты, работают они в совокупности в том случае, если мы четко знаем, кого мы целимся, кого мы хотим привлечь, какие продукты мы им продаем. И вот это, по сути, такие вот функции, возможности, задачи директора по развитию. Юль, давай, пожалуйста, следующий слайдик. Вот, и вот такая, ну, скажем так, такое вот объемное мышление, оно как раз-таки позволяет директору по развитию что делать? Выстраивать систему привлечения клиентов и роста бизнеса. Да, собственно говоря, видеть рынок, чувствовать возможности, создавать вау-продукты, использовать все инструменты в совокупности, ну и запускать продукты уже как стартапы, привлекая клиентов точечно, знаково, зная, что тот продукт, который ты сделаешь, принесет эффекты, принесет результаты, зная, что та рекламная кампания, которую ты запустишь, она действительно будет не, скажем так, пробой пирает траты денег, да, а действительно выстрелит. То есть тогда ты начинаешь системно управлять развитием своего бизнеса, да, развитием рынка, привлечением клиентов, ну и, естественно, прибылью. Вот, друзья, собственно, инструменты берите, пользуйтесь. Вот, кому хочется поразвивать свое видение, свое стратегическое мышление, да, свое вот такое вот подход к бизнесу, как к стартапам, да, как к проектам, которые можно брать и запускать сию минуту и быть при этом гибким и эффективным на постоянно меняющемся рынке. Вот, welcome на что, да, на курс директор по развитию. Вот Юля пришлет ссылочку на регистрацию. Вот, там мы, собственно говоря, этим и займемся. Все инструменты системные передам, вот, ну и предпринимательское мышление прокачаю, потому что будем очень-очень много кейсов решать. Вот, и больше того, можете работать прям сразу со своим кейсом, вот, с тем, чтобы, да, уже прям выйдя с курса, иметь несколько крутых, интересных продуктов для запуска. Друзья, я, к сожалению, не вижу ваши вопросы, вот, но если они будут, пишите, мы тогда с Юлей решим, как на них ответить в Телеграме или в Инстаграме. Вот, собственно, у меня все. Юль, давай следующий слайдик. Наверное. Рада знакомству, да, приходите на SkillsUp, директор по развитию. Юля пришлет ссылочку. Вот, если интересно, как бы подсматривать и за инструментами, которые я даю, у меня есть Телеграм-канал, вот, заходите, там есть много интересных видео на эту тему. Спасибо, друзья. Вот, всем креативных идей, ну и, собственно, много клиентов. Всем пока. Спасибо.